Девушки отдыхают Может, я бы тебе и поверил Или сказал бы, что я их стащил Хуй плеты Ты куда-то собирался? Верно Ладно Где вы встречаетесь? В избушке охотника Он всегда питал ко мне слабость Он чувствовал во мне Родственную душу Единомышленника Такого же добряка, как он сам Если бы не эта язва, моя сестрица Ему бы в голову не пришло Лишить меня наследство Как там еще раз? Крав Юлиан Альфонс де кто? Юлиан Альфред Панкратс Виконт де Леттенхоф Ты мне не веришь? Вот увидишь, у тебя глаза на лоб полезут, когда мы поедем в мои поместья Ты прямо сейчас этого графа выдумал? Даже странно, ты же вроде трезвый Геральт, ты можешь подтвердить, я всегда говорил, что я граф Подтверждаю, ты всегда так говорил Только никто никогда этого не проверял А что на тебя вдруг нашло с этими графскими делами? Когда мы наконец выберемся из этой забитой досками дыры Я собираюсь напомнить о причитающихся мне землях и титулах И что ты будешь делать с этими титулами? Ну, вступлю во владение Очевидно, так же остается вопрос потомства А что, уже есть на примете достойная кандидатка? Дорогой друг, сердце мое навсегда принадлежит Пресцилле Известный так же, как Цираночка Сердце, может, и принадлежит Но вот остальное... Что за инсимуляции? Напомню тебе, что ты говоришь с графом Ты граф, лучше не возмущайся Расскажи, как там твоя возлюбленная? Ааа Она почти поправилась Даже снова начала выступать Голос у нее стал пониже и появилась хрип отца Но, по правде сказать, так даже лучше Спасибо, что ты нам тогда помог Это много для меня значит, правда? Для этого и нужны друзья Передавай ей привет Обязательно передам И поцелую от тебя Я собираюсь поохотиться на кроликов Лютик, присоединишься? К рагу из кролика я бы присоединился Это да Но морозить себе гузна ради этого я не обещал Я лучше трав соберу Не бывает хорошего рагу из кролика без нагретого летним солнцем Ароматного розмарина Ой Конечно, в канун Йоля розмарин растет на лугах особенно бульно Поэтому я пойду собирать травы в кухне Будь здоров Кладает Эй, сволочь Ай, сломал Сучья кость Помогите Подумать только Эта клячь у меня признала через столько лет Они не глупые Привязчивые Да и люди тоже Видал я, как офицеры над павшими конями плакали Вопли-бапы, детишек Их не трогали А вот кони Долго тебя не было Год не полный А кажется, будто больше Тебя силой забрали в армию? Да где там? Захотелось мне повоевать Мечтал, что привезу дому не только шрамы на хребтине Ну и помотало меня по свету белому Великие битвы видал Пару славных генералов издалека А ублюдков навидался Не перечесть Как император брал Новиград Я не видел Но не жалею Красивый город А любопытно мне, что я сам дома застану Ты за кого сражался? Да как и все За себя Лишь бы живым остаться За Риданских орлов И за Имперское солнце подыхают одинаково В грязи и вони Нету в этом никакой славы Вижу, лошадь попала в хорошие руки В лучшие Лучше, чем у хозяина не сыщешь Что, монета? Скучала без меня? Похоже, скучала Она тебя как почуяла Сразу так припустила Хорошо, хоть никого не затоптала А это... Не заметил случайно Никто там сзади не вопил что-нибудь про сущую кость? Так один человек только сказать может Сосед мой Мирка Я когда уходил, попросил его за монетой поухаживать Надо бы к нему заглянуть Он небось нервничает Держи-ка Знак моей признательности За то, что бегал за монетой Да ну! Как же это? Новый заказ? Я-то думал, что вы в прошлый раз всю округу очистили Я иду на кроликов охотиться А, ну, разве что так Может, зайдете к нам под вечер? Верка пирогов напечет Не знаю, выйдет ли Ну, как хотите Мы вам всегда рады Вы, неуд안е да Вы убили Пусто от голода Ушла уже. 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 Ушла. Ушла. Ушла уже. Ушла. 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 А помнишь, как я тренировалась на маятнике? И как я боялась, что не справлюсь, а ты запретил мне сдаваться? Я ходила потом вся в синяках. Маятник для меня был просто кошмаром. Очень хорошо, уверяю тебя. Эти месяцы в Каэр Морхене пролетели так быстро. Жалко, мы тогда проводили так мало времени вместе. Я почти смогла забыть, что это сегодня. Геральт, они приехали за мной. Я еду в Нильфгаард, к Мгену. Я знаю, ты этого не ожидал, но в Изиме мы с отцом долго говорили, спорили. Потом он прислал письмо Свистовым. Сначала я тебе не сказала, потому что ничего не решила, а потом я поняла, что мне больше нельзя убегать. Что если я хочу что-нибудь изменить, гоняясь за чудищами по заброшенным деревушкам, я ничего не добьюсь. Я должна это делать оттуда. Из Нильфгаарда. Ты сама приняла это решение? Хочешь спросить, не повлияло ли Енифер на мое решение? Нет. Невероятно. Она вообще знает? Нет. И в этот раз я бы не хотела, чтобы она вмешивалась. Сама я это скажи. Ты могла сказать мне раньше. Я хотела тебе сказать, но не знала как. Я была здесь так счастлива. Я боялась все испортить. Я запомнила каждую минуту. Значит, об этом ты говорила у гнезда Грифона. Я не хотел ничего вытягивать из тебя силой, потому что думал, что у нас еще есть время. Очень много времени. Ты действительно этого хочешь? Да. Ты не попытаешься меня удержать? Не увезешь силой в синие горы? Не затем я объехал за тобой пол света, чтобы тебя к чему-то принуждать. Знаю. Все у тебя будет хорошо, ведьмачка. Не надо прощаться. Надо. Ты мог бы поехать со мной? Нет, Сэри. Ты хорошо знаешь, что это невозможно. Знаю. Но я думала, что... Ты приняла решение. А я свой выбор сделал уже давно. Война закончилась. Меня ждет прорва работы в заброшенных деревушках. Когда отправишься? Сейчас. Значит... Даже, а… Вот. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Скучно, скажете вы?» «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok